История ранней Византийской империи всегда воспринимается как история империи христианской. Однако в IV веке большая часть, в V веке от третьей до половины населения империи сохраняла приверженность традиционным языческим культам отеческой религии. То есть влияние язычества на политическую, религиозную и социальную жизнь ранней Византийской империи было очень значительным. Традиционно представляется, что язычество это какой-то устоявшийся набор верований и представлений. Ничего подобного. Как говорил замечательный английский историк Джонс, позднее античное или ранневизантийское язычество представляло собой пеструю амальгаму различных культов, суеверий, философских и интеллектуальных построений и так далее и тому подобное. По сути в империи существовало огромное количество различных национальных культов, синкретических религиозных культов, теософских учений, которые тоже при определенных условиях могли быть восприняты как религиозная доктрина. И все это понималось под именем язычества. Ну понятно, что к времени правления Константина Великого большая часть населения империи была языческой. Но по мере наступательного развития христианства новая вера завоевывает себя все больше и больше поклонников. Однако мы видим, что в некоторых слоях ранневизантийского общества язычество держится заметной силой. Кто это такие? Ну прежде всего это крестьянство. Крестьянство традиционно наиболее консервативная часть общества. Для них правильность языческой доктрины подтверждается самим циклом жизни. Перемены времен года, в которых можно увидеть воскрешение Осириса, Адониса или схождение Персифоны в мрачный Аид, восходом и закатом солнца, урожаем и так далее и тому подобное. Да, вот в силу своего консерватизма язычниками были очень многие земледельцы империи, причем в том числе совсем не образованные. Вот так вот еще в конце VI века монофизитский епископ Иоанн Эфеский найдет несколько десятков тысяч язычников в Гуаристой Вифинии. А это всего пара сотен километров от столицы, от Константинополя. И там они жили два с половиной века после того, как императоры уже исповедовали христианство. Второй общественной стратой, в котором язычество держалось на удивление крепко, была восточно-римская аристократия и генетически связанная с ней культурная элита. Условно говоря, интеллигенция восточно-римского мира. И здесь тоже неудивительно, почему так переживали из-за упадка своей веры эти люди. С одной стороны, для аристократии язычество было неразрывно связано с политическими традициями восточно-римских провинций. В каждом полисе, в каждой муниципе существовали свои культы. Эти культы являлись в некоторой смысле выражением уникальности этого полиса. Местные полисные религиозные празднества, они объединяли всех жителей муниципий в единый коллектив, который возглавляла, конечно же, местная аристократия, представляемая Курией, то есть муниципальным советом, Буле. Далее, для многих образованных людей восточно-римской империи язычество было неразрывно связано с классической традицией, с образованием. Гомер, Гесиот воспринимались не просто как литературные тексты, но как боговдохновленные религиозные трактаты, которые открывали, возможно, с помощью некоторого германифтического анализа, сокрытые тайны мироздания. То есть человек с молодых ногтей, сначала у Ритера, потом у городского софиста, читавший эти тексты, потом ехавший в Афины или в Александрию или в Антиохию и там толковавший греческий философ Платонов, он просто не мог отказаться от язычества. Это значило почти то же самое, что отказаться от всей своей культурной традиции, которая простиралась в прошлое на более чем тысячу лет. Для многих отцов церкви, получивших классическое образование, выбор между литературой языческой и религией был очень сложным. И они буквально с мясом выдирали у себя это пристрастие к классической литературе. Таким образом мы видим, что язычество имело множество последователей и, следовательно, было еще вполне политически активным. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok